Дневной разворот Сейчас мы будем говорить про тему хорошую, светлую, добрую И все мы действительно хотим, чтобы наши дети летом отдохнули как следует хорошо Особенно учитывая то, о чем мы говорили в первом часе Что далеко не все родители, во-первых, могут своих детей вывезти По разным причинам Некоторым выезд ограничен из страны Ну и понятно, что с финансовой точки зрения Нам называла Елена Фетисова стоимость путевок Не каждая семья, наверное, может себе позволить именно выехать полным составом А детям, конечно, надо отдохнуть Поэтому, мне кажется, внутри Кировской области, внутри России Возможность одного ребенка куда-то отправить Либо в городской лагерь, либо в загородный Это для семьи большое спасение Ну, система летнего отдыха внутри нашего региона Она довольно давно уже работает Да, не без проблем у нас обходится Но мы, взрослые, я думаю, все силы прилагаем для того, чтобы эти неурядицы, эти негативные моменты устранить Давайте обо всем будем подробно говорить У нас в гостях Нашими гостями Георгий Барминов, министр спорта и молодежной политики Кировской области Добрый день Добрый Владимир Шабардин Ура! Помощенный по правам ребенка в Кировской области В общем Добрый день Два человека, да Одни из основных людей, которые держат, что называется, руку на пульсе И отвечают за летний отдых детей Ну, давайте мы, наверное, с цифр начнем Все-таки у нас ведь есть, наверное, какие-то показатели, да Извините за казенщину такую Но, тем не менее, сколько у нас вообще детей в этом году отдохнет в городских, в загородных лагерях? Есть ли те, кто за пределами региона будут отдыхать? Ну, всего в этом году мы планируем вовлечь в организованный отдых более 58 тысяч ребятишек Если сравнивать там с уровнем прошлого года, есть определенный прирост И даже если мы будем смотреть то, что было у нас до пандемии Ну, мы примерно на этом же уровне находимся Это связано, конечно, с тем, что, во-первых, снялись большая часть ограничений Ковидных Относительно работы, да, абсолютно верно, ковидных Работы загородных лагерей, работы лагерей с дневным пребыванием Поэтому... А растет потребность или растет возможность все-таки? Ну, то есть вот, когда был ковид, родители, мне кажется, может быть, тоже не очень охотно детей куда-то отправляли? Ну, спрос, хочу сказать, очень большой Вот мы рассматривали эти темы Если говорить про загородные лагеря, то на некоторые смены в некоторых лагерях Там практически конкурс как лучшие вузы страны Там по 2-3 ребенка на место Ну и, конечно же, есть лагеря, которые, может быть, не таким спросом пользуются Но благодаря программам стимулирования, в том числе кэшбэка Мы в настоящее время видим практически везде Но загрузка, если не 100%, то максимально близко к 100% То есть 58 тысяч, вот эти, про которых вы говорите Это количество мест, которые мы можем предложить? Это общая масса Это наша плановая цифра То есть она складывается из чего? Порядка 34 тысяч детей Это дети, которые отдохнут в лагерях с дневным пребыванием Это школы, пришкольные лагеря, да? Это пришкольные, при различных учреждениях, при различных организациях Но понятно, что в течение года эти цифры могут корректироваться Мы ведем постоянный мониторинг То есть какие-то организации открываются позднее Получив там соответствующие заключения Попадают в реестр, они также будут учитываться Дальше порядка 23,5 тысяч детей Это дети, которые будут отдыхать в загородных лагерях Ну и 640 ребят Но все-таки мы надеемся, что эта цифра увеличится До порядка 1200 в санаторных организациях И 40 детей у нас поедут в этом году летом в Артек и в Орленок Ага Большинство все-таки это летние лагеря при тех учебных заведениях В которые традиционно дети ходят Ну это история моего старшего ребенка Это городской отдых Это больше, я даже не знаю, можно ли сказать, что в Кирове это отдых летний Да, вот если ты находишься в городе в своем Либо там где-то в районе области при школе Или это все-таки больше присмотр, да? Чтобы ребенок без дела на улице не помогал Нет, ну смотри, мой старший сын, который второй класс закончил И сейчас посещает этот летний лагерь Ему нравится В 57-й школе он прям каждый день приходит Я спрашиваю внимательно, что у вас сегодня было Ему нравится То есть каждый день у них куда-то походы в организации Какие-то выставки, кино сходили, посмотрели То есть достаточно увлекательно первые дни этого лагеря проходят Ой, я помню, с какой радостью я тащила раскладушку в свою школу Когда сама была ребенком Владимир Слушайте, да, действительно, в наше-то время раскладушки таскали Да, да, у нас же был тихий час Тихий час, да, сейчас нет На самом деле, то, о чем мы с вами говорим То есть, конечно, большая цифра это отдых Ну, давайте будем честно говорить Там его называют отдых на асфальте Еще как-то То есть это организованный досуг детей Но при отсутствии альтернативы И это хорошо, что дети у нас заняты делом И те программы, которые стараются Чтобы они были реализованы в наших Либо образовательных организациях Либо, как Георгий Андреевич сказал Это могут быть и дома культуры И учреждения культуры Учреждения музыкального образования Дополнительного образования Спорт, социального служения Профильные свои, да То есть это все равно программа, которая Ну, явно интереснее детям, чем образовательная программа Поскольку их никто не заставляет Там домашние задания не даются А стараются сделать так, чтобы это было Ну, каждый день было интересно То есть для них это все равно развлечение Конечно, это все равно развлечение Для кого-то, ну, то есть для многих родителей Это единственный выход Потому что, ну, у нас и в пришкольных лагерях И младшие школьники отдыхают То есть не надо беспокоиться, где ребенок Под присмотром ребенка Ребенок не болтается, да Ребенок не болтается, да Либо там не сидит целый день в телефоне Все-таки занят делом И второй момент, Аня, вы вначале сказали С чем связано там увеличение Ведь мы два года жили в условиях Очень жестких ограничений И это коснулось лагерей там В первую очередь Это и городских коснулось, и загородных? И городских, и загородных, да И загородных в первую очередь в численности То есть в предельной численности допустимой То есть сейчас мы начинаем работать в режиме Там допандемии, когда разрешено 100% наполняемость лагерей В прошлом году это было 75% И там доходило А до этого около 50% Да, 50% То есть половина Да, половина То есть и нужно понимать, что Ну, во-первых, вот это связано Это увеличение, вот с увеличением предельной наполняемости Очень хорошо, что она востребована практически 100% И многие там дети, многие родители просто соскучились по тем лагерям Которые дети привыкли ездить Надо понимать, что дети часто ведь ездят в один и тот же лагерь В один и тот же лагерь, да У них там друзья, они договариваются Учитывая то, что там численность была сокращена там Ну, позапрошлым году там в два раза, да Понятно, что не все дети, которые там привыкли ездить А у нас есть дети, которые ездили там на две смены, на три смены Есть такие, немного, но Есть такие дети И в нашем детстве такие были, я помню То есть ребенок там вообще все лето Родители куда-то, значит, поехали А ребенка нам все лето сдали Не бабушке, а в лагере Давайте вспомним свою вожатскую практику Мы же все, я так понимаю, здесь педагоги По образованию, да Все вожатыми поработали И, собственно, да, бывают дети, которые из смены в смену Из смены в смену, да Они такие уже старожилы лагеря На два дня его вывезли, да, на пересменку И через два дня он тут же едет Уже все знает И, ну вот, ограничения были связаны с этим Второй момент, конечно, это ситуация с отсутствием полного доступа любых лиц, в том числе родителей Приближение к территории лагеря максимального То есть дети уехали, все Я вот этого себе вообще не представляю Мне кажется, у младших, наверное, школьников были какие-то сложности с этим связаны Безвозвратно Ну, как правило, ну, таких трудностей вот прямо там глобальных не было Я вот плакала, я помню Те родители, которые понимали, то есть на входе, которые понимали, что И всем вот эти условия проговаривались, потому что, ну, это условия ограничений То есть это не придумало отдельно взятый лагерь, да, это вот Вынужденная ситуация Вынужденная ситуация, да, такие требования Поэтому такие родители детей в лагерь и не отправили То есть когда вот было переживание Вот А те, кто, ну, все-таки там подумал, они сказали Да, вот мы вот эти там 14-19 дней Ну вот мы сложно, тяжело, там, ну, телефон же сейчас есть, есть гаджеты И когда можно, ну, на связи-то оставаться Вот, в прошлом году уже были такие, ну, моменты послаблений Когда можно было передавать что-то детям Кто-то там через забор общался, да Я представила Это было нарушением Ну, это было, да Не уставли отношения Каких только нарушений не было, да В нашем детстве тоже Да, да, и, ну, вот в этом году уже сразу хотел бы опередить вопрос Который, ну, всегда возникает, да И он в этом году очень часто уже возникает Это родительский день, да Он будет вообще? Будут родительские дни? Родительского дня, Георгий Андреевич, да, можно я там Не будет? Да, подожди, вы как-то договорились между собой, я так понимаю, перед эфиром Нет, нет, мы не договорились перед эфиром Просто, ну, я могу дать это слово Георгу Андреевичу Ну, просто на всех межведомственных комиссиях Которая сейчас, ну, проходит у нас регулярно, да Вот у нас Буквально вчера было Буквально вчера было Там, послезавтра будет следующее То есть, ну, практически в ежедневном режиме Этот вопрос неоднократно поднимался Потому что родители там беспокоятся Что такое родительский день? Вот смотрите Да И некоторые родители Добро пожаловать в фильм, мы все смотрим Вот у меня тоже самое возникает Бабушка ищет Идуткина Очень четкое мнение Роспотребнадзора Вот родительского дня В том виде, в котором он есть Когда вот все Вся организованная толпа родителей Вваливается в лагерь Вваливается в лагерь И неорганизованно по нему, значит Расследотачивается Расследотачивается Под каждым кустом сидят, кормят ребенка Чем-нибудь вкусно И после этого изоляторы, как всегда Это вот эта практика переполнена Значит, потому что у детей там Одни расстройства, другие, третьи, да Не только душевные, но еще и кишечные Поэтому вот этой практики не будет Но родителю важно, собственно говоря Иметь допуск своему ребенку То, что важно Поведать ребенку То есть вот эта возможность Индивидуальное посещение разрешено Будет, то есть специально Там в каждом лагере предполагается Специально оборудованное место Где может ребенок выходить И родитель приезжать То есть встреча с ребенком Комната свидания Ну не комната Ну Володя На улице под грибком То есть вот Но еще раз повторюсь То есть В общем, организованного родительского дня Не будет Представляете, приехало там 300 родителей И они все зашли в лагерь А может 600 Потому что не один же родитель Может быть 600 Бабушки, дедушки еще приехали Да, вот в большие крупные лагеря Поэтому мы, собственно говоря Тут два года жили В таких очень жестких И сложных условиях И благодаря этому Удалось добиться Отсутствия каких-то вот серьезных Массовых Массовых Да, из-за крови Заражений И вот У нас ведь сейчас полностью Эта ситуация не снялась Да, Георгин С этим связано, да Что все-таки Все-таки есть еще опасения Что Вот смотрите Есть санитарные правила Так В которых буквально В конце марта Были внесены изменения Вот как раз то, о чем говорили Разрешена 100% загрузка лагерей Там среди прочего указано То, что невозможно посещать лагерь Посторонним людям Поэтому вот Есть специалисты в области Эпидемиологии Не рекомендуют пока Но это не рекомендуют Это не разрешается То есть вот то, о чем сказал Владимир Валерьевич В принципе такая практика Всегда в лагерях была То, что есть На входе в лагере Отдельное Либо помещение Либо там какая-то веранда Куда может приехать родитель Если он там Ну приезжает там Что-то передать ребенку Пообщаться Повидаться То есть в этом году Будет именно такая практика То есть организованных мероприятий Когда Проводится там Какой-то концерт Какое-то выступление Там экскурсия по лагерю Этого проходить не будет Но еще в 20-м году Многие лагеря освоили формат онлайн Родительского дня Ну тогда Вся страна Весь мир ушел в онлайн Поэтому Есть уже определенный опыт И дети могут показать Свои таланты Свои умения И в случае необходимости Какие-то Родители могут увидеть Это в прямом эфире Как раз В рамках Предыдущих лет Чему лагеря научились Рассказывать о том Чем занимаются дети То есть однозначно Повысилась активность В социальных сетях Повысилась активность На сайтах Потому что родители Хотят видеть детей То есть выкладываются фотографии Делаются какие-то посты То есть для того Чтобы как раз Родители видели Чем занимается ребенок То что ситуация управляемая Контролируемая Ну и само собой Появляется там Какая-то обратная связь Да Я вот Можно Как родители Хорошо Я в прошлом году То есть как родитель Был крайне доволен Когда мой младший ребенок Был в лагере Я получал полный отчет Ну то есть я мог увидеть Там о всех мероприятиях То есть там был написан Отряд такой-то Сегодня такой-то Полный фотоотчет О деятельности То есть мне не нужно было Ехать в лагерь Там перезвонить Чем вы вообще Сегодня занимались Что То есть все Все показано Тот же концерт И те мероприятия Которые я как правило Там для родителей готовились Они были действительно В формате онлайн Это живо И гораздо большее число Родителей Там и родственник Могло это увидеть То есть Нежели выбраться В какой-то Один определенный день Да Нежели выбраться там Особенно если лагерь там далеко Находится Да И Опять же Этот формат Позволяет Обеспечить Ну на мой взгляд Зачастую Более качественное Проведение мероприятий Объясню Что я имею ввиду Вот смотрите У нас погода Вот даже сегодня Меняется То есть И всегда Был вопрос там Войдут ли все в клуб А если на открытой Там Площадке Не начнется ли дождь И так далее То есть Здесь очень быстро перестраивается Техника переносится И собственно говоря Этот же там концерт Видят Родители То есть администрация лагеря В этом смысле удобнее Даже Удобнее и проще В принципе удобнее Главное чтобы детям было удобнее Вот у меня вопрос Мы сказали про то что Концерты Мероприятия Онлайн и прочее Я почему-то вообще была уверена Что ничего этого не было В последние два года Что дети сидели по отрядам И не общались Между собой Нет Было очень Было и было Очень активно То есть массовые мероприятия В лагере Разрешены Внутренних ограничений Для самих детей Для детей нет Они находятся на закрытой территории Понимаете Они все равно пересекаются Они посещают Никакая социальная дистанция Там Сейчас все ограничения сняты Сняты Были 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 в свое время Были в свое время Ограничения там По расстоянию между кроватями График питания И так далее График питания Что отряды пересекались В случае Если там Какая-то ситуация возникала То Там Некий там Отсекался Один отряд Там От остальных Вот То есть все равно Контакт там был минимизирован Это вот особенно В первый год Самый сложный период Когда был Да Вот То есть в прошлом году Уже Ситуация Когда Во-первых Один год отработали В этом формате На второй год Было все-таки Ну полегче Все поняли Что это такое И как Можно Все-таки Эти вещи Минимизировать То есть если все Как это работает Сдали ПЦРки И все То есть если Мы понимаем Что на территорию Никто посторонний Уже не заходил За это время Там все живы-здоровы То есть можно Проводить мероприятия Более там широко Но еще раз повторюсь Без привлечения Там сторонних Людей Поэтому Традиционно Даже Ну вот Службы Например МЧС Которые всегда У нас приезжали Там ежегодно И рассказывали По безопасности Привезли пожарную машину Там дети радовались Всегда Там они Я помню Знаете самое Что радостное С труей воды Сбить Что там шарик Я понимаю Что я был каким-то Очень отделенным ребенком Нам не приезжали На пожарной машине Знаете Какое самое Мое дело Они пожарные Делают цветную пену То есть это Такая Белая Синяя Красная Да ладно Патриотический момент Это вот Башаровский куст У нас лет Запомнил То есть дети Так радовались А там для орленок Орленок Строитель Звездный Это ноу-хау Наших Служб Я видел впервые Честно говоря Вот эта цветная пена Йоргий На данный момент В загородных лагерях Все места Прям вот до конца сезона Сколько смен вообще будет Четыре Три Четыре Я помню Когда ограничение было Там же тоже И по количеству смен По-моему было ограничение Ограничения по количеству смен Не было Все зависит Во-первых От отдельно взятого лагеря Во-вторых От продолжительности смен То есть у нас диапазон От 14 до 19 дней И поэтому каждый лагерь Уже в зависимости От своих планов Определяется Сколько они будут Смен работать Вот и сейчас У нас идут активно заезды То есть на прошлой неделе У нас запустилось Шесть лагерей На этой неделе Еще будут запускаться То есть как раз 22 загородных лагеря В течение сезона У нас откроются Для того чтобы Ребят принимать Но не все в июне Открываются Я сегодня видела На театральной площади Автобусы То есть сегодня Тоже кто-то отправляется Сегодня отправляется И в районе Я утром проезжал Через Дружбу Там тоже колон Автобусов Там готовилось По сменам По количеству У нас в многих лагерях Четыре смены Три-четыре Некоторых пять Некоторых пять Четырнадцатневные Когда смены Проказывают Ну здесь тоже вопрос Если раньше было четкое Очень жесткое условие Что оздоровительный эффект У нас достигается В течение 21 дня Санаторная смена Так называемая То сейчас все-таки Когда мы говорим Что это Большая ситуация Отдыха Нежели оздоровление В чистом виде Поскольку Санаторных лагерей У нас Всего Два-три Остальные лагеря Такие лагеря В которые мы с вами В детстве ездили Поэтому Ну девятнадцать И уже Кто-то идет Ну скажем так На вынужденные меры Там несколько моментов Да Наверное Финансовая составляющая Самый главный момент Почему в свое время Стали проводить Покороче смены Смены покороче Чтобы максимально большое Количество ребят Смогли отдохнуть То есть как раз За счет сокращения Каждой смены На эти Четыре-пять дней У нас получалось И в прошлые годы Этот охват держать Поскольку Решение было принято Только в самом конце марта Когда уже в принципе Организации Многие спланировали Свою работу Они уже запланировали Там проведение Четырнадцатидневных Смен Поэтому Вот так В том числе У нас и прирост идет По цифрам определенные Но я думаю Что в следующем году Ситуация может Опять вернуться К девятнадцатидневным сменам Чтобы по крайней мере Отдых был полноценный Ну например Есть какие-то смены Какие-то программы То есть в этом году Мы работаем с военноисторическим Обществом российским По программе Страна героев То есть у них Установка о том Что смена продолжается Четырнадцать дней И программа рассчитана Ну у них расписано все Распланировано То есть тут есть Определенные особенности С одной стороны Наверное это В любом случае Возможность Пусть даже на две недели Но сменить место Познакомиться с новыми людьми Новые эмоции Новые впечатления С другой стороны Ну конечно хочется Чтобы дети отдыхали дольше И вот как раз Тут самый оздоровительный эффект Пусть даже в наших Климатических условиях Может быть он Не будет так ярко выражен Но ребята приезжают Лагеря разные То есть некоторые Просто приезжают Ну уж простите Подкормиться Это да Сейчас родителям Уже поздно Бегать искать Свободное место Или есть еще Не на первом В зависимости от лагеря Да В зависимости от лагеря То есть есть те лагеря Где уже вообще Все заполнено Прямо до конца сезона Есть те лагеря В которых уже В феврале В феврале Месяце Все было забронировано Ничего себе Это те лагеря Которые у нас Работают Ну доказали свою Там Эффективность И интересность программ Десятилетиями Что называется Ну да То есть Качественной работой Да То есть Ведь родители и дети Едут не просто Там в лагерь Ну понятно В общем не просто Сдать ребенка Под присмотр Да А если есть Там Ну программа Такая серьезная И серьезная подготовка Серьезные вожатые И так далее И так далее И так далее То Ну я могу привести Пример Например Например Юкона У нас есть Сильная организация Молодежная Молодежная Да То есть У них Свои ребята Вожатые Которые выросли Из своих же Детей Детей Понятно У них преемственность Преемственность Хорошая Я могу сказать Что в прошлом году Они ездили в один лагерь В этом году Они лагерь сменили И едут на четвертую смену В другой лагерь Совсем в другое место При этом Они не теряют Количество Детям все равно В какой лагерь С педагогами Понятно С педагогами С вожатыми С педагогами На программу Да Они едут на программу Понятно Понятно Вот кстати Про педагогов Про программу И про все остальное Я так понимаю Что во время коронавируса Наверняка Было какое-то сокращение Штатов В лагерях Наверное Ну как минимум Вожатского состава Раз в детей было меньше С сокращением количества Отыхающих В этом году Вообще Проблемы не возникло И не возникает ли Проблемы с набором персонала Где вообще вожатые берутся Ну в Яконе Понятно Где они берутся А в остальных Лагерях Смотрите У нас в этом году Планируют Всего работать 28 педагогических отрядов Ну это я так Назову широко То есть здесь входят Как организованные Там студенческими Отрядами Где-то От лагерей Действуют Свои отряды Поэтому Есть определенные традиции Есть определенная Приемственность В данной работе Ну и В любом случае Ведется подготовка Подготовкой занимаются Там Центр Вятский каникул У них есть там своя программа Они для своих лагерей готовят Подготовкой В любом случае Студенты-практиканты Которые учатся На педагогических специальностях Будь то наш опорный университет Будь то педагогические колледжи Которые действуют На территории региона Они точно так же Ребят готовят Дальше Есть программа подготовки Которую российские Студенческие отряды Реализуют То есть Обязательные требования Обязательные критерии Которые приявляются При приеме вожатого на работу Это наличие Документа Установленного образца О прохождении образования То есть обучение Все-таки нужно Конечно Необходимо обучение Я как раз называю Те организации Которые этим занимаются Дальше уже Стыкуется лагерь Либо Со студенческими отрядами Святскими каникулами С опорным университетом И уже договариваются О том Какая группа ребят Куда поедет И там уже организована Работа по Я почему-то помню Своё студенчество У нас по-моему Не было никакой Специальной подготовки вожатых Было-было 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 В течение года Прежде чем ехать На первую такую Практику В загородный лагерь У нас в течение года Ну у нас на инфаке По крайней мере Мы это все проходили Они сопроводились У нас был такой сборный Там отряд Вот допустим Мы ездили в лагерь В котором кроме нас Были студенты Истфака Физики Были То есть у вас Объединенная такая была история Да И у нас была подготовка Обязательно Именно вот Там Не профессионально Предметная Когда там По своему предмету А именно По тому Как работать с детьми Какие-то Какие-то игры Организовать Игры КТД Да Давайте финансовую сторону Вопроса затронем Да Цена вопроса Что называется Вы сказали Подкормиться Дети Дети Это ребята Которые По социальным Каким-то программам Туда попадают Дети в трудной жизни У нас есть такая категория детей У нас есть дети Оставшиеся без Попечения родителей Это традиционно То есть Дети которые едут По линии Министерства образования По линии Министерства социального развития Эти списки Они как-то тоже формируются Да Или они есть у вас Есть определенный порядок По которому Выделяются эти путевки Соответственно Органы формируют Эти списки Предоставляют лагерь В назначенное время Дети появляются Там в точке сбора Садятся в автобус И едут уже в лагерь отдыхать Понятно Точно так же Они возвращаются обратно Что касается Всех остальных родителей Нельготных Во сколько обходится Это удовольствие Мы делали мониторинг То есть Средняя стоимость Путевки на 19 дней Родительской платы С учетом Кэшбэка детского С учетом Субсидий Составляет порядка 12 с половиной тысяч рублей Ого Это примерно Какая часть Путевки оплачивается 50% Где-то Да Родитель платит Ну да То есть Если считать Что Кэшбэк составляет 50% От стоимости путевки Плюсом К этому Субсидия Компенсация Которая дается Лагерю За счет этого Получается Сократить стоимость путевки Из расчета 450 рублей За один Детодень То есть Вот как раз Примерно Родитель в среднем Платит порядка 12 с половиной тысяч рублей Понятно Цена в этом году Цена в этом году Подросла От общей стоимости Цена в этом году Корректировалась Учитывая подорожание Продуктов В том числе Цены самостоятельно Устанавливают Сами лагеря Конечно Мы видим Определенный рост И везде Он по-разному Где-то Ну буквально На процент Минимальной Инфляции Где-то Наоборот Чуть побольше Но по крайней мере Мы когда У лагерей Всю эту информацию Запрашивали Ну мы получали И видели Какие-то Объективные обоснования То есть К примеру Но все равно Мы понимаем Что и 2020 И 2021 год Были для них Достаточно тяжелыми В финансовом плане Поэтому Многие просто-напросто Замораживали Какие-то проекты То есть там Строительство Какие-то ремонтные работы В лагерях И получается Сейчас им надо Просто-напросто Эти суммы Наверстывать И компенсировать Поэтому В любом случае Мы эту ситуацию Мониторим И Есть указания Со стороны Федерального правительства О том Чтобы мы Еженедельно Заносили информацию Об этом И в случае Каких-то Ну скажем так Аномальных Действий Мы уже тогда Принимаем меры Реагирования Там с прокуратурой С федеральной Антимонопольной службой Но Слава богу Пока в Кировской области Мы вот таких Аномальных вещей Не наблюдаем Но это если завышение Не хотелось Не обоснованное завышение Да и обратной ситуации Когда лагерь говорит Нет-нет Мы не будем цены повышать Но начинает На чем-то экономить Страдать качество И страдать качество Начинает Вот эта история Тоже не хотелось бы Чтобы она там Не знаю С продуктами С теми же Вот наверное Как раз Это работа И Владимиром Валерьевичем Очень плотно организованно С проверками И контрольно-надзорными органами А проверки кстати Они пошли уже по лагерям Или еще не выезжал Никто из проверяющих Именно вот непосредственно в лагерь Во-первых Перед началом Смены Смены Да Выезжали все То есть готовность лагеря И могу сказать Георгий Андреевич подтвердит Что у нас Вчера Допустим То есть На каждой Межведомственной комиссии Да У нас Там есть оперативный Материал Что называется С колес То есть о готовности Да Вот час назад Там надо там Через 4 дня заезжать Все час назад Там покрасили Наконец-то там Душевые Которые до этого не было То есть вот оперативно Заявка в ГИБДД подана И так далее И так далее То есть вот Вот такая Оперативная готовность Что касается Ну текущей Да То есть Ну вот Мы Там по нашей практике Опять же Коллеги знают То есть Мы Все-таки едем в лагерь Когда в нем уже есть дети Продукты То есть Текущая деятельность Лагеря То есть Когда уже система заработала Ну собственно говоря Домики Вот это Противопожарная составляющая И так далее У нас есть соответствующие службы Да Которые могут посмотреть Все ли в порядке Все ли готовы Росгвардия И так далее И так далее То есть это Все-таки Там Профессионалы И вот в этой части Есть Нас Интересует Все-таки Там Текущая деятельность И ситуация С Достаточностью Персонала Сквалифицирована И так далее И так далее И то О чем мы говорим Когда некоторые Пытаются экономить То есть мы в этом году Очень жестко Мы совместно Да Все говорили Будем вот эти моменты Учитывать И мы на входе Там предупредили Те лагеря В которых у нас была ситуация В прошлом году Которые проштрафились уже Да Ну была ситуация В которых она у нас Описана опять же В нашем докладе В разделе У нас Один из лагерей Там Одна из организаций По договору с лагерем Должна была Предоставить 40 взрослых Персонала В количестве 40 человек Это вожатые воспитатели Да То есть в результате В первую смену Мы выясняем Что Вместо 40 человек Они предоставили 20 Из которых Только 9 взрослых 11 несовершеннолетних Ну такие Помощники То есть вот То есть в этом году Мы сделаем так Чтобы Ну это просто было там Невозможно Потому что у нас В той ситуации Мы понимаем Почему это было сделано Вот как раз Когда мы говорим Об экономической составляющей А зачем нам То есть мы Ну есть определенные нормы Количество детей На одного взрослого Плюс сменные вожаты Должны быть Да Есть дети Которые несовершеннолетние За ними за самими Присматривать надо Ведь они же тоже Несамостоятельные Плюсом еще вот Из того количества Которое было Там Три человека Уехало в течение смены По разным там обстоятельствам То есть вот эта Ситуация на мой взгляд Вопиющая И вот в этом году Эта организация Отдельно Была предупреждена Несколько раз О том чтобы Чтобы они свои договоренности Все таки соблюдают Внимательно да И та организация Собственно говоря Поскольку Лагерь Там у нас Не частные Это организация Государственная Которая передала Ну который был договор То есть у нас был вопрос Почему не было никаких Штрафных санкций Почему не предъявляют То есть в этом году Опять же Мы очень четко Прояснили То есть если Малейшие какие-то Нюансы будут Ну реагирование Должно быть Жестким Жестким да То есть поэтому Вот в эти ситуации То есть те лагеря Которые у нас вызвали Вопросы там Больше вопросов Там в прошлом году Либо традиционно Там чуть больше вопросов В предыдущие годы Конечно мы поедем И поедем не один раз Ну то есть Опять же коллеги знают Что мы ездим Без предупреждения Мы можем приехать Любое время там Утром, днем, вечером В любой день Рабочий или выходной Это как раз связано с тем Что Лагерь Это организация Которая работает В круглосуточном режиме В непрерывном То есть там не должно быть Там свежие продукты Только утром А вечером нет Там не должно быть так Что Ага у нас через три дня Плановый приезд Роспотребнадзора Либо там совместно С прокуратурой И мы сейчас тут Моем кухню И так далее А моменты Когда вот у нас Только-только все было И вот только вы приехали А вчера у нас были Сторожа Сегодня У нас все было хорошо Вчера Почему вы вчера не приехали Ну вот У нас Это бывает такое Нам пора сделать Небольшую рекламную паузу Не к сожалению К счастью Потому что к счастью У нас еще будет время Продолжить разговор Продолжим После небольшой рекламы Говорим о летнем отдыхе детей В нашем регионе Георгий Барминов Министр спорта и молодежной политики Кировской области И Владимир Шабардин Полномоченный по правам ребенка В нашем регионе Наши гости Вот только что Сейчас задал вопрос В перерыве Есть ли какие-то уже В этом-то году претензии Да нет вроде пока Несколько дней Только начинают Работать Поэтому оперативную информацию Получаем Пока каких-то вот Прям проблемных Историй нет Понятно Ну бывают там Традиционные моменты Связанные с тем Что кто-то скучает по дому Кто-то хочет быть В отряде Там не с Васей А с Петей И так далее Но эти все вопросы Решаются Рабочим образом Ну вот Владимир Валерьевич Рассказывал Про организацию Работы по контролю За этим Стоит отметить То что На мой взгляд Межведомственные взаимодействия В этом плане У нас выстроены Достаточно неплохо То есть если возникает Какой-то сигнал Вне зависимости Там это Роспотребнадзор МЧС Министерство Уполномоченный По правам ребенка Мы этой информацией Обмениваемся И просто берем на контроль И обеспечиваем ее решение Сразу вопрос Ну вот мы про родителей Говорили да В первой части Что они теперь могут Въезжать все-таки С ребенком разговаривать Вообще Насколько выстроена Система взаимодействия Там не родители Руководства в лагере А родители Какие-то контролирующие органы То есть родители Можете сейчас Вот куда-то пожаловаться Есть какой-то телефон Условно говоря Там горячей линии Куда он может позвонить И пожаловаться На любой лагерь Извините Наш телефон Всегда есть То есть он открыт Для любых вопросов Связанных с детством И с детьми Он не меняется Никогда Поэтому То есть вот в ваш аппарат Можно позвонить В министерство Да В министерство У нас в министерстве Работает горячая линия Можно позвонить По телефону 27 27 28 И сообщить информацию Если Не важно там Со знаком плюс Со знаком минус Какая-то проблема Проконсультироваться И так далее Коллеги полностью Оказывают всю Информационную помощь Но пока Обращений к нам не было Ну надо же понимать Что руководство лагерей Это люди Которые из года в год Ведь работают Да и занимают Свои должности Чаще всего Люди опытные Проверенные Что называется Годами в курсе Всех нормативных Вещей Или изменений Каких-то В общем-то С ними Должна выстраиваться Работа Довольно легко Ну бывает Иногда заходят Новые люди Свежие Которые никогда В этой отрасли Не работали И возникает проблема У нас в предыдущие годы Было несколько моментов Когда Заходит там Организация Такая у нас Или Даже люди Которые работали У нас такая Была бодрая Краснодарская компания Да Которая Она говорила Все мы тут Сейчас золотые горы Там корпус сделаем В Кирове В Кирове Да там Год назад Они благополучно Так вот Испарились Понятно Вот Корпус они сделали Корпус они сделали Ну хорошо Но гербы потрепали Слушайте А с ремонтами Кстати Вот вообще Ну я так понимаю Это же задача все-таки Руководства лагеря Либо предприятия Которые курируют То есть нет такого Чтобы организованно Где-то сейчас Что-то строилось Возводились какие-то Новые корпуса Еще что-то В рамках Тех средств Которые мы выделяем Организаторам отдыха В том числе На возмещение части Стоимости путевки В соглашениях У нас с отдельным пунктом Прописано о том Что 25 процентов Не менее 25 процентов Средств Которые выделяют Мы На деятельность лагеря Они должны Направляться На укрепление Материально-технической базы На инфраструктуру Получается То есть не важно Что это будет Замена Автоматической пожарной Сигнализации Там Приобретение Какого-то Тренажерного комплекса Приобретение Мебели Ремонта И так далее То есть мы эти документы Получаем Мы их просматриваем Мы их анализируем И только потом Санкционируем оплату Понятно Не могу не спросить На фоне последних Не самых Конечно Ну печальных Скажем так Новостей Да У нас мы видим Что дети уже гибнут На водоемах Понятно Что без присмотра Но тем не менее Лагеря наши Загородные Там везде есть Какие-то оборудованные места Для купания Или не везде Наверное Это одна из Проблем Которая есть То есть В открытых водоемах Купания детей Не организуется В наших загородных Сейчас Сейчас уже нет Запрещено Не то чтобы запрещено Просто с объективной точки зрения Требуется наличие Множества факторов Это начиная От температуры воды Анализ воды По микробиологии Обеспечить пробы Постоянные работоспособности Поддерживать пляж И количество дней Которые позволяют Купать детей Тут подгадать сложно Были ситуации В прошлом году Лето было жарким В этом году Но мы сами видим Какое оно происходит Судя по прогнозам Пока не очень Да Поэтому многие организаторы Отдыха делают Ставку на то Чтобы от этого Не зависеть И делают бассейны То есть Они начинают Появляться В лагерях Но бассейны Не такие Как мы Быстрицу Имеем ввиду А вот эти Надувные Какие-то Каркасные Каркасные Где-то тенты И они вполне Такие Большие Стационарные У нас есть Лагеря В котором По два бассейна Вот И То есть Это не маленькие Метры на два Но это И не река То есть Тут вот Вода стоящая Такой компромиссный вариант Такой выход Когда вроде Вроде Водные процедуры Нужны ребятам Они хотят Например Те же самые спортсмены Которые у нас Быстрицы тренируются Они приезжают Там у них Полногабаритная дорожка 25 метров И Как раз То есть Они там могут Даже тренироваться Они там В рамках отдыха Тренировочный процесс Проходят Владимир Валерьевич Будут ли В этом сезоне Детские лагеря Загородные Которые На особом счету Будут находиться Ну вот вы знаете По опыту своей работы Что из года в год У них есть там Какие-то проблемы Они не то что будут Они уже есть Уже есть И Собственно говоря Когда шла подготовка К К К К сезону К К Лету Да То есть Мы об этом Начали говорить Еще Но фактически С марта Георгий Андрей знает И сейчас Андрей Альбертович Который на каждой комиссии Андрей Маури Мы видим Эти лагеря И стараемся сделать так Чтобы те моменты Прошлых лет В том числе Тот пример Который я приводил Об этом свидетельствует Так подождите Я немножко Наверное Не в курсе Вы может быть Тут без меня Что-то Нет Это вот когда Численность Вожатых А вот это В первой части В первой части В первой части Чем запланировано Да Собственно говоря К этому лагерю И к этой организации У нас Повышенное внимание Повышенное внимание Тем более Эта организация У нас сейчас Два лагеря В этом году Расширили сферу Своей деятельности В их ведении Вот Поэтому Собственно говоря И руководство Этой организации Знает Что под присмотром Да То есть мы Мы ведь это Не скрываем То есть те вопросы Которые возникают Мы об этом говорим Говорим А у вас Вот это Вот это И вот это Либо вы В оперативном Порядке Устраняете Вот о чем было сказано Комиссии Да Либо Вплоть до того Что лагерь не открывается То есть Вот этих Моментов Манипуляции Манипулирования Как вот В предыдущие годы Были Да Когда вот Надо лагерь открывать Они даже документы Там не подали И сказали А все равно У нас путевки проданы Вы все равно Откроете Дети приедут Никуда не денетесь Никуда не денетесь Да То есть в этом году Собственно говоря Все контролирующие органы Сказали очень жестко И очень четко Либо вы успеваете Либо вы не успеваете Вы сроки знали Вы все прекрасно Уже знаете Вы не первый год работаете Не детский сад Что называется Да Не детский сад Еще одна тема Которую я Видела Вот Ну недавно Буквально На сайте правительства Это история С некими Психологическими Службами Которые в лагерях Эта история Уже у нас Реализуется Три года Начиная как раз С 2020 года Это с ковидом Было связано То есть поэтому Ввели Потому что дети По родителям Скучали Как раз Здесь речь идет В первую очередь Про тех ребят Которые у нас Приезжают отдыхать В государственные лагеря По бесплатным путевкам Это дети Находящиеся в трудной жизни Дети которые нуждаются В психологической помощи Дети которым Необходим Определенное сопровождение И там в свое время Были у нас Вопросы о том Как правильно Организовать отдых Ну вот Владимир Валерьевич В свое время Нам как раз Эту практику подсказал Мы проработали И с 2020 года У нас работают В загородных лагерях Центра вятские каникулы Психологи А это только вятских каникулах Или это обязательные Теперь условия Это не обязательные условия Это только мы говорим Про вятские каникулы Если требуется Другие организации Принимают решения Самостоятельно То есть это не обязательное Требование к лагерю Чтобы была вот такая Психологическая служба И безусловно Они работают Со всеми детьми И иногда даже С вожатыми работают Для того Чтобы они не теряли Мотивацию на хорошую работу Вожатые Это же зачастую Вчерашние дети Да Поэтому у них Проходит определенная подготовка Точно так же Кратросрочные курсы Повышения квалификации Как правило Это действующие Квалифицированные специалисты Которые работают В учреждениях Системы образования Которые там Некоторые даже Преподаватели Высших учебных заведений Они приезжают Устраиваются в штат И в течение Вот этих дней смены Они работают с детьми А, то есть они постоянно там находятся Это не приезжий психолог Который приезжает Там раз в раз И в чем здесь Определенный плюс То, что Если есть какой-то Ну, скажем так Анамнез у этого ребенка То, что необходимо Продолжить ту работу Которую с ним ввели Там социальные службы По месту жительства Там в школе В доме-интернате То эта информация Эта терапия Она не прерывается Она не прерывается Она продолжается Точно так же Если есть какие-то моменты На которые надо обратить внимание Родителям Воспитателям Если мы говорим Про какие-то учреждения Точно так же Психологи дают Свои рекомендации Как С этим ребенком Дальше работать На что надо обратить внимание С точки зрения Его развития Вот поэтому Как раз мы Собственно Как сказал Георгий Андреевич Мы инициировали Вообще введение психологов Наших загрязненных организаций В первую очередь То есть действительно Для этих ребят Которые нуждались в помощи Потому что У нас Вся масса детей Которые проходят По линии Министерства образования Министерства социального развития То есть это дети В трудной жизненной ситуации Дети оставшиеся Без попечения родителей Она саккумулирована В большей части Как раз В вятских каникулах И вот Суммарно Процентное соотношение В лагерях с госучастием Получается Процентное соотношение В одном отдельном взятом лагере То есть у нас Очень большое получалось Понимаете У нас там Процентное соотношение До 90% детей Которые нуждаются в помощи Да И Сложность Ну там Была масса моментов Когда у нас Ну понимаете Когда подросток Попадает в детский дом Там 16-17 лет И он в этом детском доме Находится 2 месяца И потом едут в лагерь То там рядовому Вожатому Который Да Прошел школу Вожатых Да Мальчики Девочки Которые у нас Из нашего Порного вуза Не ну сложно Не понятно Сложно выстроить Контакт Специфическая То есть ребята Которые не работали Никогда еще С этими Там Ребятами И тем-то сложно Да Они попали в такую ситуацию В которой они никогда Не оказывались То есть Вот они В детском доме Поэтому У нас были моменты Которые связаны В том числе Были и с самовольными уходами И с какими-то конфликтными ситуациями И с Поведенческими моментами И Здесь нам требовались Мы все это понимали Там Более серьезные Квалифицированные специалисты Именно В том числе В области детской психологии Поэтому было принято решение О том Что у нас Эти психологи Будут находиться Постоянно То есть Не приезжая там Утром-вечером То есть Постоянно в лагере К нему постоянно Можно подойти За помощью Не то что подойти Он постоянно Сам ходит по лагерям И сам работает И проводит Какие-то Свои мероприятия И В том числе Если Есть какая-то Программа Там Ребилитационных Мероприятий Да Она может быть Продолжена То есть Если это В социальном центре Откуда он Ребенок поступает Переходит туда То рекомендации Они могут переданы Быть Действующим психологам Которые существуют На территории Этого лагеря Более того У нас ряд психологов Как раз Из У нас минута Остается Из учреждений Из учреждений Которые Которые Направляют детей Направляют детей Первое И второе Из учреждений Которые С такими Детьми Работают Скажем По линии Министерства Социального Развития То есть Это все равно Погруженная В тему Иногда Даже В проблемы Конкретного Ребенка Специалиста Тема Довольно Широкая К сожалению Время Будем Сидеть Давайте Еще раз Напомним Координаты Для родителей В первую очередь Если вопросы Какие-то возникают Министерство 27 27 28 Это горячая линия 64 10 85 Наш телефон Аппарату полномочного Можно задавать Соответствующие органы Спасибо Георгий Барминов И Владимир Шабардин На этом завершаем Наш дневной разворот Увидимся в четверг До свидания До свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон»